Продолжение следует... ...доставили калужане Михаил Монтулин, Денис Гирин, Вера Щербакова-Белова и коллекционер из Обнинска Владимир Шахрай. Цель одна – оживить работы, которые лежат на полках художников, пылятся, и никто это не видит. Те работы, которые художники доставали с трепетом, вот так вот вытирали пыль, и я говорила, берем именно потому, что вытирали пыль, именно потому, что это стоило того, чтобы показать нам. Вы успели застать 70-е хотя бы, да, что-то помнить из этого, детские, юношеские какие-то вещи? Да, конечно, я помню смутно 70-е, но я точно знаю, что помнит моя мама, да, и мне кажется, что у нас на генном уровне все работает, потому что, когда это все мы расставили и увидели, первая мысль, которая у меня пришла, нужен фикус, зону для фотографирования. И дальше пошли другие мысли, они не связаны напрямую с искусством, но вот это вот пошло, лица стали смотреть на меня, да, которых мы расставили. И они подсказывали, что и как делать. И это люди, которые помнили войну и при этом жили в мирное время, и они совершенно другие, они тихие, спокойные, радостные, уверенные. Но сейчас бы я еще добавила такие, как дети. Это работы до эпохи Кока-Колы, до нашего потребления, до наших смещений, наших ценностей. Это все в чистом виде можно смотреть, трогать, нюхать, все это чувствовать. Был у меня такой критерий отбора лица и жанровые сцены. Они меня преобладали над тем, чтобы брать просто пейзаж. Мне хотелось передать атмосферу, эпоху, да, погрузить нас в эту эпоху. Ну да, здесь даже предметы выставлены какие-то, их немного, но они тоже вот воссоздают эту атмосферу того времени, тех лет. А самое главное, здесь же Калуга. Вот та Калуга, которой сейчас во многом тоже зачастую уже нет. Да, это новый уровень работ, когда она становится документальным свидетельством. И здесь это тоже есть. Какая из работ у вас лично, может быть, есть? Или работы, которые зацепили, вы подошли и вот сердечко заделось? Да, две работы такие есть. Первую я забрала у Владимира Шахрая, несмотря на то, что она была у него в музее висела. Это мужской портрет неизвестного автора. И вторая работа – это вот «Открытая дверь из темноты». Вот, она про оптимизм, про свет и про что-то очень глубокое. То для меня открытие, что такая большая коллекция у художника Дениса Гирина. А для меня вторичное открытие, что он художник, потому что я с ним познакомилась как с коллекционером. Более того, мы с ним задумали выставку в следующем году, которая будет называться «Лица прошлого века». Владимир Орепьев представил одну единственную работу. Зато какую! Ну, какую, да. То есть, там настолько этот свет, настолько видно это время, да еще и весна. И вот эта «Лида моет раму». Ощущение, что это другой мир, другая эпоха, другая жизнь. Ну, так и есть. Век и даже тысячелетие. Это выставка перемещает нас, как на машине времени. Далекое прошлое, советские годы, когда все жили с дружной семьей, весело. Все художники активно общались, устраивали творческие четверги, где делились своими работами, обсуждали эти работы. Потом еще интересное у нас такое было мероприятие – поездки на катере по оке. Вот и Пишина, и Собинкова, они как-то по случаю приобрели ботик морской, и на этом ботике мы плавали по оке. Тогда художники были под защитой, можно сказать, государства. Дело в том, что было много заказов, и как на объектах, по постановлению правительства, 2% от смертной стоимости от родительства шло на художественное оформление школ, детских садов и других общественных предприятий. Вот, и постоянно были заказы у художников по, так сказать, оформлению этих объектов. В те годы, когда я приехал в Калугу и поступил в 75-77 году в члены Союза художников, было около 50 членов Союза художников. Сейчас это 120, то есть количественно наш союз увеличился. Вот, но дело в том, что сейчас все свободные художники, и каждый выживает, как их может. Раньше у нас даже было ограничение заработной платы, то есть, чтобы не больше 250 рублей в месяц. Вот тогда зарплата инженера была 100 рублей в месяц, вот, а 250 рублей в месяц – это зарплата министра была. Поэтому были такие ограничения, да. Вы же на этой выставке выступаете тоже как коллекционер, вы представили какие-то работы. Да, я представил две работы. Это работа Григория Цикунова, московского художника, с которым мы познакомились в Фергане. И он, будучи выпускником Сурьковского института, приехал по распределению в Фергану. И был вдохновлен образами этого города Южного и написал много там работ. В том числе эта работа, которая называется «Ручей», представлена на этой выставке. И работа художников Анатолия и Зинаиды Тимофеевых. То есть, она как бы написана в соавторстве. Ты муж с женой, да? Да, муж с супруги. Анатолий нарисовал свой автопортрет, а Зина добавила туда домовенка, которая там сидит на табуреточке и держит рюмочку в руке. Насколько сильно получилась экспозиция с художественной точки зрения? Приятно здесь встретиться с художниками, которые, так сказать, вдохновляли меня тоже на творчество. Здесь работы Юрия Епишина, Иосифа Павлешака, Анатолия Волкова, Тихонова. То есть, эти люди, художники, с которыми я жил и работал. И, в общем-то, это мои старшие товарищи, с которых я учился. Запомнилась большинство работы, работы Волкова. Я помню, как он ее писал, он готовился к выставке всесоюзной. И вот она, терморт с драпировками, с посудой. Эта работа, как раз, была при мне написана, и приятно увидеть ее в этой экспозиции, конечно. Я помню, что он тогда пригласил Алексея Тихонова, чтобы он ему, так сказать, посоветовал, что делать. То есть, ну, присутствовал при этом разговоре, основное слово и понятие, да, ностальгия, да. Субтитры создавал DimaTorzok Два года назад мне в наследство досталось большое собрание работ моей коллеги, моего друга, моего родственника и вообще уважаемого художника Волковой Валентины Борисовны. Она была 20 лет директором художественной картинной галереи «Образ» и всю жизнь работала при ХПМе, то есть при Союзе художников, дружила со всеми художниками, была замужем за одним из них. То есть в Союзе художников прошла вся ее жизнь, и все те времена она видела своими глазами. И работа авторов, которая представлена, она ими восторгалась, гордилась и по мере возможностей собирала. И до последнего времени вообще никто не знал про эту коллекцию. Когда делали ее паспортную выставку, наряду с ее работами обнаружилось большое собрание, около 200 произведений живописи и графики, ну и среди них вот более 20 работ 50-х, 70-х годов в живописной манере. Живопись этого времени, в чем ее главная ценность и уникальность? – Она скорее делится на два периода. Заказная, то есть с идеологией, политическая. И вот они сидели в рабочее время и писали то, что надо. Или к выставкам, или идеи для будущих больших картин, какие здесь два эскиза очень знаменитых работ Котельникова представлены. Или портреты, вот все такое. А после рабочего времени у них вот происходила… – Настоящая жизнь, наверное, можно сказать. – Настоящая жизнь. Они начинали творить не то, что нужно для выставочной комиссии или что-то, а где-то услышат, увидят, узнают, что новые тенденции, пообщаются. И тут рождалось настоящее творчество еще. Поэтому живопись делится на две такие категории. Одна подвержена идеологии, социализму. Показываются люди совершенно чудесные. Той эпохи, того времени они добрые, настоящие, как были. А с другой стороны уже попытки, видения. Потом-то в 80-е и в 90-е искусство будет бурлить, и уже будет свобода. А здесь только робкие попытки преодоления какого-то страха, искания пластических языков и форм. И еще есть такая изюминка. У почти всех авторов есть лодки. У меня в коллекции есть еще несколько работ. Но я представила три, больше не стало. Это был, видимо, какой-то романтизм того времени. И все хотели мне написать лодку, море. И тут просто какая-то у них была романтика. Имена, которые ты представила? В основном калужские художники. Имена очень яркие, очень громкие. Это заслуженный художник и заслуженный деятель искусства Владислав Собенков. С работы 1956 года лодки, которую никто из наших художников вообще не видел и не могут представить, что это его. Она была, Валентина Борисовна, и вот вымолена специально именно она, чтобы вот это тот художник еще до его нахождения пластического языка, того, которого мы знаем сейчас, это то, которое он был молодой. Заслуженный художник Климентовская Людмила. Две работы, два и сюда. Она была другом Валентины Борисовны Большим. Вот она передала в дар, вот дарственную, вот такое. Ёлгин, Епишин, Любимов, Калашников, Волков, Тихонов. Это все очень громкие имена того времени, люди, ушедшие давно. Дорогого стоит. Вот «Тихонов за работой», когда я вот увидела, это из моей коллекции, это когда художник Волков пишет картину, сидит его жена Волкова, Валентина Борисовна, и рисует это художник Тихонов, то есть это такая вообще уютная, получается, сценка камерная, лирическая. И здесь я вижу Валентина Борисовна совершенно другой, как она рассказывала, как было представлен, нрав тех людей, какие-то предметы я даже знаю, узнаю. Очень мне как бы близки по духу мужские портреты, которые вот любимого. Вот что-то вот такое из детства, возможно, отец, который у меня тоже образ, мужская, образ вот того вот именно советского сурового стиля, мне он, как ни странно, очень близок. Возможно, потому что я не жила в то время, когда все хотели перемен, то есть мне тогда была еще маленькая, а вот сейчас вот этот суровый стиль, вот мне он завораживает. Вот. И вот работа, которая на афише, которую представил Владимир Орепель, «Девушка с окном», ну это прям что-то, вот выход, что-то потрясающее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова